Сегодня я хотел бы почитать книжку «Занимательный Мюнхгаузен». Вот она у меня в руках. Эту книжку написал много веков назад. Немецкий писатель Эрих Распе. В 1927 году на русский язык эту книжку перевел и пересказал наш великий сказочник дедушка Корнея Чайковский. В 1994 году мне попалась эта книжка в руки, и я решил ее проиллюстрировать. Я ее проиллюстрировал с большим удовольствием. Даже где-то я поучаствовал, как соавтор Эриха Распе и Корнея Чайковского, дописал одну часть, потому что эта книжка состоит из трех частей. «Мюнхгаузен жив», «Мюнхгаузен жив», «Мюнхгаузен будет жить». Так вот, первую часть биографическую написал я. Без ложной скромности, конечно, примазал свое имя к великим писателям, но тем не менее, так получилось, что у книжки три автора. Книжка еще носит под заголовок «Пособие для начинающих баронов» в трех частях. Итак, давайте начнем читать эту замечательную книжку, которая любима многими поколениями прадедушек, дедушек, отцов, внуков, правнуков, праправнуков, ну и также и бабушек, правнучек. История называется «Необыкновенный олень». Впрочем, со мной случались чудеса и почище. Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил по дороге. И вдруг прямо передо мной олень, стройный, красивый, с огромными ветвистыми рогами. А у меня, как назло, ни одной пули. Олень стоит и преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружье не заряжено. К счастью, у меня осталось еще несколько вишен. И я зарядил ружье вместо пули вишневой косточкой. Да-да, не смейтесь, обыкновенной вишневой косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновение он скрылся в лесной чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем позабыл об истории с вишневой косточкой. Каково же было мое изумление, когда исчащий леса прямо на меня выпрыгнул великолепный олень, у которого между рогами росло высокое развесистое вишневое дерево. Ах, поверьте мне, это было очень красиво. Стройный олень и на голове у него стройное дерево. Я сразу догадался, что это дерево выросло из той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей. На этот раз у меня не было недостатка в зарядах. Я прицелился, выстрелил, и олень замертво кровнусь. Таким образом, с одного выстрела я сразу получил и жаркое, и вишневый компот, потому что дерево было покрыто крупными спелыми вишнями. Должен сознаться, что более вкусных вишен я не пробовал за всю свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok